Приветствую вас. Давать психологический портрет на основании фотографии довольно таки условное занятие, потому что мнение, восприятие каждого человека у собственно каждого эксперта свое. Независимости от того, какое оно это восприятие, каждый эксперт увидит что-то свое на фотографии. Вот из того, что увидел я могу сказать, резюмировать следующее. Что мужчина производит впечатление агрессивного человека, человека эгоистичного, вспыльчивого, не очень далекого, упрямого, у которого действия опережают мысли. Человек привык действовать в своих интересах и не думает по сути ни о ком, кроме себя. Привык, чтобы было все так, как хочет он. Склонен, склонен может быть к тирании, гласности и так далее. Не уверен в глубине души в себе, как и любой человек, склонен к тирании. В душе ребенок и может дурачиться. Очень важно, как выглядит со стороны. Может играть на публику. Ценить дружбу, больше чем, наверное, общение с вами, то есть с женой и я так понял, что с детьми. Не отчитывается, независимый, не любит, когда его к чему-то принуждают, о чем-то просят и так далее. Думается мне, что достаточно ленив. На этом можно закончить. Отвечая на ваш вопрос, значит, есть ли отклонение от нормы. Но отклонение от нормы в моральном плане, то есть здесь не идет речь о диагностировании каких-либо психических заболеваний, это должен делать соответствующий специалист. Отклонение от нормы в данном случае может быть только одно. Это возможность поднять руки на женщину. Такой мужчина, как тот, что на фотографии, вполне может это сделать. А это значит, что он не уважает себя и не уважает женщину. У него, скорее всего, были какие-то проблемы в семье, в детстве, с родителями, что и повлияло на такое вот поведение, на такую вот форму характера. И не думаю, что мужчина способен на что-то серьезное, там, нанести серьезный вред и так далее. Хотя потерять контроль он может. Что вам можно посоветовать в этом случае? Ну, наверное, только опасаться его злить. На эмоциях этот мужчина может сделать все что угодно, о чем потом будет жалеть. Соответственно, из-за того, что он контролировать свои действия не может, но лучше все-таки с ним не вступать в открытый контакт, в открытый конфликт. И стараться именно с ним ситуацию сглачивать, не выводить его из себя, потому что так вы можете пострадать. Значит, ну, в принципе, на этом, наверное, можно закончить. Если остались какие-то дополнительные вопросы, можете обращаться в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго, удачи!